Всем добрый день, меня зовут Денис, я представляю, в общем-то, как уже было сказано, Мехмат Южного Федерального Университета и ДОПОЭДО. ДОПОЭДО, творческая идея, можно сказать, математика, как математическая школа Мехмата ЛФУ. Чем оно отличается от всего остального? Тем, что мы стараемся как-то обращать внимание на те разделы математики, которые на Мехмате может быть не так популярны, именно на нашей Мехмате не так популярны. И одним из этих разделов является общая или абстрактная ангибра, так называемая. Про историю этой науки я сегодня и хочу рассказать. Далее. Ну, как и все, в общем-то, в нашем мире, все началось в Древнем Египте и в Древней Мецепотании. Дальше. Египтяне, ну, в общем-то, математика, можно сказать, она уже родилась и началась в Египте, несмотря на то, что Египет это, по сути, пустыня, главным занятием, главным ремеслом египтян было земледелие. Причина этому послужила тому, что по территории этой страны течет река Нил, на берегах которой можно выращивать овощи, фрукты и так далее. И естественной задачей было наделить людей землей, собрать с них налоги. Все это... Для всего этого нужен математический аппарат, чтобы посчитать какие-то площади, или посчитать, сколько люди должны платить налогов фараона и так далее. Вот отсюда математика Египетская пошла. У них была своя система числения. У нас есть наша десятичная, которой мы пользуемся. То есть, например, число 78, когда мы пишем, да не что иное, что мы пишем, мы берем 7 десятков и 8 единиц. У них была своя система числения, немного более громоздкая и неудобная. Вот у них были пределы значения для единицы, десятки, сотки, тысячи и так далее. И чтобы написать 78, им нужно было взять, нарисовать 7 раз по 10 и 8 раз по единице. Конечно, это было неудобно, потому что, например, чтобы нарисовать число 999999, нужно было нарисовать 40 знаков, потому что нужно было нарисовать 9 раз по 100 тысяч, 9 раз по 10 тысяч и так далее. Ну, вот видно, как число 12 не писали. Так как вот это все число, это было такое набрасывание всяких симптомов, было абсолютно неважно написать вот так вот, то есть сначала 10, потом 2 единицы, или как-то наоборот. Кроме того, у египтян были уже дроби, и дроби обозначались с помощью вот таких мистических иероглифов, связанных с глазом бога Гора, по-моему. Вот так они обозначали 1-2-3, и чем больше они рисовали глаз, тем считалось больше дробь, больше ближе к единице. Также, чем известны египтяни сейчас, это тем, что они изобрели, так называемый, египетский треугольник. Этот треугольник прямоугольный, то есть там две стороны образуют прямой угол, со сторонами 3, 4 и 5. Ну, естественно, что это не случайно, что стороны имеют именно такие длины, потому что это частный случай, на самом деле, теорема Пифагора. Теорема Пифагора известна со школы всем, я надеюсь, ее все помнят. Она гласит, что сумма квадратов длины сторон катетов, вот этих сторон, которые образуют прямой угол, равна квадрату, где для них не протянулся. Вот у меня уже 3 в квадрате это 9, 4 в квадрате 16, 9 плюс 16 равно 25, что является квадратой четвертой. Тем не менее, египтяне не задумывались об этом, для них это было абсолютно неважно. Вот они знали, что есть такие числа 3, 4, 5, и они никак не хотели этого общать. Они вот просто этим пользовались, что вот если взять там какой-то камень с длиной сначала 3 узла, то 4 узла, то получится прямой угол. И пользуются, например, строительством пирамид, гробниц и так далее. Им было неинтересны какие-то другие числа. Вот они, особенностью именно египетской и древнеегипетской математики, была направленность на какие-то конкретные частные случаи. И вот это было лишнее. Лишнее было привязано к каким-то частным случаям, к каким-то прикладным задачам и так далее. И это лишнее нам нужно будет далее убрать, абстрагироваться от этого, чтобы перейти на какую-то новую ступень развития. Дальше. Древняя Месопотамия. Это еще одна древняя цивилизация, которая, ну, известна еще так же, как Древний Вавилон. У них была немного более хитая система честения, очень похожая на нашу. Она, по сути, это является шестидесятиричной системой. То есть вместо десятки у нас, у них было число 60. То есть если... Ну, сейчас мы поговорим отдельно, как мы написали эти числа. Почему именно число 60? Вот, например, у египтян было 10, считается, потому что у нас 10 пальцев на руке, и они считали по пальцам. В Вавилоне они считали более хитро, они считали по холандам пальцев. И у них получилось 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и так далее, 12. 12 это число, которое, если мы умножим на пять пальцев другой руки, да, это 60. И вот они вот таким образом эти штуки комбинировали. И также им это было удобно, потому что они занимались астрономией, и оказалось, что это очень удобно для астрономики. Также число 60 делится на очень много разных чисел. Например, число 60 делится на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 10, 12, 15, 20, 30, ну и на 60, по-моему, я ничего не забыл. Это тоже было удобно, например, для людей, которые занимались торговлей, и там старались продавать какие-то чарки продуктов. И мы сейчас, на самом деле, шестеричной системой пользуемся. Кто-нибудь догадается, где мы сейчас используем шестеричную систему? Во времени. Да, во времени. У нас 60 секунд в минуте, 60 минут в часе и так далее. Вот когда они записывали числа, у них уже была так называемая позиционная система счисления. Они, у них были какие-то вот эти такие треугольнички для чисел от 1 до 59, когда они хотели записать число 60, они рисовали уже один такой специальный треугольничек, который они говорили, вот мы взяли один раз по 60. Вот, например, число 62, как они писали, они им правят этот треугольничек, мы говорим, мы взяли один раз по 60, потом они писали пробел, говорят, и говорят, мы взяли два раза по 2. Так, они получили 62. Вот второе число, вы какие-то отказались, что это число? Вот слева они взяли два раза по 60, потом они взяли пробел и взяли два раза по единице. То есть это число 122. Ну, так же, как и мы, мы пишем там, например, 134, ну, давайте 134. Это мы берем 10 в квадрате, то есть 100, потом 10 в первой степени, это 10. Ну, берем три раза по 10, это 30, и четыре раза по единице. Так они брали то же, что они брали 60, ну, несколько раз по 60 в квадрате, несколько раз по 61 в степени и так далее. У них получил, ну, вот это число могло бы означать 3722. Так же, мы берем 10 и 100, они брали 60 и 1, ну, и 6, ну, такой дробь, как мы сейчас представляем, 1 делить на 60 в квадрате. И так они писали дроби. И вот проблема была в том, что у них не было вот этой точки, которая у нас есть, которая отделяет числа больше единицы, то есть как бы целую часть и дробную часть. У них этой точки не было, и поэтому непонятно. С одной стороны, там, угловое число 3722, вот когда мы берем несколько раз по 60 в квадрате, по 60 и так далее. Ну, или можно это трактовать как число вот 1,34, потому что мы можем считать, что там есть где-то точка, и они вот так вот разделили вот эту целую дробную часть. Как они вот разбирались в этом? Они разбирались в этом просто из контекста. То есть, если мы какую-то... Они писали на длинных табличках, если мы видим какую-то длинную табличку, которая описывает, сколько какому земледелец надо дать земли, наверняка там будут числа порядка сотни, может быть, тысячи и так далее. Вряд ли там будут какие-то числа порядка миллион. То есть, они разбирались в том числе из контекста. Конечно, это очень сильно усложняет задачи исследователей и так далее. С чем это было связано? С тем, что у них, во-первых, не было вот этой точки, и, во-вторых, как югиптян, у них не было нуля. У них не было нуля, и они не могли вместо пробелов писать какую-то ноль, чтобы говорить, что вот тут у нас ничего нет. То есть, мы берем по 60 в квадрате, потом по 61 мы ничего не берем, потом мы берем единицы. Они писали пробел, и непонятно, там два пробела или несколько пробелов. То есть, они как-то, видимо, в своем мозгу выработали этот контекст. Для нас этот контекст сложен для исследователей. И это, конечно, очень мешало Вавилонинам. И мы можем из этого сделать вывод, что нам, во-первых, нам мешало привязка к прикладным задачам, во-вторых, нам мешает отсутствие нуля и позиционных систем числений. Опять же, мы эту задачу должны сейчас на этом пути математики решить. Дальше. И еще дальше. Еще одна цивилизация, которая очень сильно и хорошо разбила математику, это была, конечно, древняя греческая цивилизация. И они первыми создали вот такую философию доказательств. В Египте и Месопотами этого не было. Греки, они абстрагировались. Они все-таки перешли на новую ступень абстракции. И они, теперь все их манифологические тексты были встроены с точки зрения того, что все теоремы, все утверждения не доказывали. Основываясь на каких-то допущениях, которые они допускали вначале. Вот эти допущения называются аксиомы. Какие-то утверждения, которые берутся без доказательства. Например, у Эвклида была одна из аксиом, что через любые две точки можно провести прямую. Еще у него было несколько аксиом, на основе которых он выбрал всю эту геометрию, которую мы знаем на плоскость. Он брал эти аксиомы, на основе них доказывал какие-то теоремы, потом на основе этих теорем доказывал новые теоремы. Это, конечно, одно из самых главных изобретений, я считаю, человечества. Вот это именно философия математического доказательства. И с помощью нее древние греки добились очень больших результатов дальше. В частности, они доказали в эту теорему Пифагора, что сумма квадратов длинкачетов равна квадрату длинной гипотенузы. Это был Пифагор вместе со своей, так скажем, математической сектой, потому что у них действительно была своя философия, своя религия. И так далее. Есть даже такая легенда, видимо, это все-таки правда, потому что во многих случаев конфигурировать, что когда они рассматривали прямоугольный треугольник со сторонами с длинными качествами 1.1, они получали в качестве длины гипотенузы вот такое странное число, которое они не могли выразить как дробь. Ну, как отношение каких-то целых чисел. Мы сейчас это число знаем, это корень из двух. И проблема в том, что оно действительно нерациональное. Оно, если мы его будем записывать в десятичной форме, там после, ну, мы напишем 1, а потом 4 и так далее, и будет бесконечная ельница чисел. И вот такое число нельзя представить, как, например, 3 вторых или 5 третьих и так далее. И вот пифагорейцы, они говорят, что утопили человека, который доказал, что не существует вот такого представления в виде дроби, потому что у них была очень жесткая такая секта, религия, в которой они считали, что все можно выразить через числа или отношение этих чисел. И опять же, вот видите, вот когда-то бывает религия лишней для того, чтобы выявляться в каких-то математических результатах. Еще один известный греческий, древнегреческий математик, это Диафан, который написал свою арифметику, труд, в котором ввел, тоже он перешел на новую ступень абстракции, ввел обозначения. Например, он ввел обозначения квадрата, числа, куба, числа и так далее. Это позволило, также неизвестный он называл разными буквами, это позволило очень сильно сократить доказательства и продвинуться, также продвинуться дальше с точки зрения развития математики. Вот все-таки, как мы можем подытожить это развитие математики в древнем мире. То, что, в принципе, все было достаточно хорошо, мы достаточно хорошо продвинулись, но нам мешала привязка к геометрии. И очень много задач математических они формулировали с точки зрения геометрии. И каким-то пригодным задачам. Хотелось как-то абстрагироваться от этого. Не хватало нам позиционных систем счисления, вот таких, которые сейчас есть у нас, и нуля. Дальше. К сожалению, европейской цивилизации не суждено было эти проблемы решить, потому что древние веков заплатили римляне. Дальше. А потом, после того, как Римская империя пала, пришли темные средние века, когда математикой было заниматься некогда, нужно было воевать, отбирать там земли у своих врагов и так далее. Но все сохранилось на Востоке, в общем. Все сохранилось на Востоке, и мы должны быть благодарны древним арабам, древним индицам, а также древним китайцам за то, что не сохранили математику, которую развивали древние греки, и решили те проблемы, о которых я говорил далее. Вот проблему позиционных систем счисления и отсутствия нуля решили древние Индии. И вот на рисунке тут древний индийский математик Брахман Купта, который также был астрономом, он заведовал обсерваторией в Древней Индии. Он, во-первых, древние индусы не Брахман Купта, а кто-то, видимо, другой вообще древнеиндийская цивилизация придумала вот эти числа, которые мы используем сейчас в несколько измененной форме, и придумала ноль. Они называются у нас арабскими, потому что арабы привезли на самом деле эти числа из Индии к нам в Европу. Во-первых, он... Достижение Брахман Купты заключалось в том, что он, во-первых, очень сильно популяризовал эти числа, во-вторых, он выявил вот эти законы, которые, ну, я считаю, наверное, одни из самых великих изобретений в математике. Они сейчас находятся очень простыми, но для тех людей, которые, там, для древних греков это было бы настоящим прорывом, что есть такое число ноль, такое, что если мы сможем соединиться, получится единица, если мы умножим на ноль, будет ноль, единицу отнять, единицу будет ноль. Вот у них уже были, кстати, отрицательные числа, которые они называли долгами. Там сумма долга, и долга это долг, и так далее. У них были такие правила. Он как мог будто столкнулся с такой сложностью, что как один поделить на ноль, то есть деление это, на самом деле, обратная операция к умножению. С этой задачей он справился так, что он написал такое число, которое он назвал бесконечностью, и назвал, что у нас будет число бесконечность, которое мы умножим на ноль и получим единицу. Ну, то есть он уже оперировал бесконечностями, это тоже очень большой прорыв, но не так корректно, в общем, как стоило им оперировать, как мы сейчас оперируем им дальше. Древние арабы тоже внесли очень большой вклад в математику. Вот, альжабра, это труд древнеарабского математика альфа-ризми, и от слова альжабра пошло слово алгебра, от слова альфа-ризми пошло слово алгоритм, который мы сейчас используем, который цианагматики сейчас используют. Он занимался решениями уравнений 3-й и 2-й степени и так далее, то есть он уже совсем торгировался прикладным задач, и вот его труд, это чисто вот такая, можно сказать, фундаментальная математика. И когда эти средние века прошли, у арабов и индусов также сохранились разные труды древнегреческих математиков и так далее, в Европе началась эпоха Возрождения, она, как известно, началась в Италии, и математика не минула этот временной период, и Рененстанк тоже начался в математике, и тоже начался с Италии, в одном том, потому что именно итальянские купцы больше всего общались с арабами, с арабскими купцами. Дальше. И вот эти математики, Феррари, Тарталия и Традана, они были первопроходцами в Европе с точки развития алгебры. Они известны тем, что они решили уравнение и 3-й степени все, и уравнение 4-й степени. Также есть интересная байка, интересная легенда о них. Вот они все жили в Болонье, где находился один из самых крупных университетов тогда европейских. Тогда и в этом университете было модно устраивать математические бои, математические поединки. Как, может быть, вы знаете, сейчас есть там версус-баттлы, где люди нелицеплятно друг от друга отзываются в стихах. Вот тогда это были поединки математики, математические, где они давали друг другу задачки и как бы говорили, ну, реши вот эту задачку, а ты мне дай задачку, я эту решу, и кто круче решит, тот, в общем, выиграл. Вот Тартан я был очень крутым таким батлером, математическим бойцом, потому что он знал, как решать уравнение 3-й степени. Никто не знал, он хранил это в тайне, никому не говорил. Ну, вот Тартан, видимо, как очень хороший дипломат, выиграл у него этот секрет, а потом они со своим учеником Феррари научились решать уравнение еще и 4-й степени, и потом вот на батлере очередном победе Тартали, на все Тартали очень сильно обидятся. Кроме того, Тартан и Феррари опубликовали свою работу про решение уравнения 3-й и 4-й степени, и это тоже было большим ударом для Тартали, который считал, что вот математика должна быть собственностью человека. Сейчас с этим, и даже в нашем современном обществе, большие проблемы с тем, должно ли быть математическое знание бесплатным или нет. Но вот Тартан считал, что все-таки знание должно быть вот таким, математическое знание, оно всеобщее, должно быть бесплатным и для всех доступным. Дальше. Потом вот в развитии алгебры настал такой перерыв, связанный с тем, что людям очень стало интересно, что же будет, если один поделить на ноль. Развилась такая наука, как математический анализ, и вы можете слушать, могли слышать, ну и наверняка слышали такие фамилии, как Леев из Ньютон, которые вот этот математический анализ разбили. Но я сегодня хотел поговорить именно в абстрактной алгебре, для людей, которые любят больше алгебру, чем анализ. Вот этот человек, его из ГЛА, он значит больше, чем любой Ньютон и любой Лейтниц. К сожалению, он был очень сплочным, видимо, молодым человеком, он 20 лет уже умер на дуэли, но за 20 лет он успел сделать очень много. Во-первых, он решил уравнение пятой степени, ну точнее он доказал, что их нельзя решить в общем-то, в общем случае. И важно даже не то, как он решил, а какие он механизмы для этого использовал. Дальше. Он понял, что не обязательно складывать именно какие-то числа, умножать числа и так далее. Можно, например, вообще любые объекты, вводить на них какие-то операции, то есть типа сложения или умножения. И часто очень эти объекты образуют интересную структуру. Например, вот перестановки. Что нужно понимать по перестановке? Вот, например, если у нас есть книги на полке, пронумерованные 1, 2, 3, мы можем вот как-то переставить, чтобы потом они стали как 2, 3, 1. Есть у нас другая перестановка этих книг, когда мы эти книги переставим так, чтобы сначала будет третья книга, потом вторая, потом первая. И на самом деле, ну вот, мы научили две перестановки, и будем их обозначать так, 1, 2, 3 сверху или снизу, то, куда переходит 1, куда переходит 2, куда переходит 3. На самом деле, можно эти перестановки компоновать. Вот у нас есть первая перестановка, мы сначала ее применили, А потом мы посмотрели, куда 2 перейдет по второй перестановке. Ну, 2 переходит в 2, поэтому он уторудней, что в правильном месте. По второй перестановке 3 переходит в 1, мы 3 меняем на 1, а 1 на 3. Таким образом мы получили, что взяли две перестановки, скомпоновали их и получили третью перестановку, которая внизу экрана, 2, 2, 1, 3. Дальше. Ну, вот это, в общем-то, и написано на этом слайде, что мы можем, я назвал эту операцию компоновка. А компоновать В. Ну, вот такая вот операция. Дальше. Что интересно на этой операции, что, во-первых, есть перестановка специальная, что такая, что если мы будем компоновать перестановку с другой, то получится та же самая перестановка. Вот эта перестановка в нашем экране. Это просто, когда мы ничего на самом деле не переставляем. Мы берем эти книги, достаем скопки, а потом обратно их кладем в том же порядке. И можно проверить, что, ну, это довольно логично, что если мы сначала переставим книги, а потом их вынем и положим обратно, то получится та же самая перестановка, которую мы провели в начале. Вот будем ее назвать ID, как бы identical перестановка, такая единичная. Дальше. И также интересно, что есть обратная перестановка. То есть мы можем взять книги, переставить, а потом переставить их обратно так, чтобы они оказались на тех же местах, что были в самом начале. Вот, например, для перестановки А есть обратная перестановка, которая назвала минус А, которая выглядит таким образом. Ну, можно посмотреть, что, например, сначала 1 переходит в 2, а потом 2 переходит в один. То же самое с другими чиселами. Дальше. И вот такие... А, ну, и еще важный момент, что на самом деле, если мы возьмем две какие-то любые перестановки, сначала А скомпонованным с Б, это не обязательно будет равно Б скомпонованным с А. В общем, это нас должно немножко расстраивать, но с другой стороны это ничего страшного. Ну, у нас есть зато другие два интересных свойства. Дальше. Вот. И вот такое множество, на котором есть какая-то операция, вот, например, компоновка, в которой есть какой-то специальный объект, вот, единичный, и такой объект, что для каждого объекта есть объект противоположный, который в результате вот этой операции даст единичный. Математисты называют группой, и группа, на самом деле, это, наверное, самый основной, самый важный объект, который изучается в алкебре, который изучается математиками. Дальше на него наслаиваются какие-то более, ну, другие, более сложные свойства, но в основе всего это соединенная группа. Далее. Например, группа кубика-рубика, где мы можем элементами считать какие-то преобразования, ну, то есть, как мы крутим кубик-рубик, например, так или, там, вот так, и мы можем копоначить эти преобразования, то есть, мы можем сначала сделать так, потом можно сначала сделать так. Вот, единичным преобразованием будет, когда мы кубик-рубик просто держим в руках и оставляем на месте, вот можно считать это преобразованием. Но обратным, таком преобразованием, естественно, будет, когда мы повернем его в брак. И вот эти все преобразования кубика-рубика образуют группу, и, развив теорию группы, мы можем научить компьютер, например, быстро собирать кубик-рубика, ну, и так далее. Можно много видео на ютубе на эту тему посмотреть. Далее. И вот, именно, заслуга была в том, чтобы он эти группы придумал, эти группы описал, и этим группой им пользовался для того, чтобы доказать, что нельзя решить, в общем, случай или пятой степени. Далее. Дальше. Математики захотели в начале 20-го века было все углание, все очень сильно обобщить, создать такую единую теорию математики, с которой все уже будет выходить так ветками. Это не очень получилось, но результаты в этой области были, ну, весьма хорошими. И вот на слайде три человека, которые проявили в этом наиболее, наибольшее усердие, это Артур Тейнер, английский математик, Эмми Ньотер, немецкий математик, и Вандер Варман тоже немецкий математик. Ну, надо сказать, что вообще немецкая математическая школа вот ответственна за эту аксиоматизацию алгебры и превращение алгебры в очень строгую математическую науку. Дальше люди не остановились и начали еще более все обобщать. Они посчитали лишним, мы посчитали лишним все человечество, что привязка к каким-то конкретным группам, к каким-то частным случаям, это лишнее. Давайте будем все еще более сильно обобщать, все классифицируем, абстрагируемся от каких-то конкретных групп и посмотрим, что из этого получится. Далее. И вот два математика на слайде, Эренберг и Маклеин, создали новую теорию, которая называется теория категорий. Идея, в общем-то, если просто состоит в том, что мы в качестве вот этих элементов множества, которые мы будем компоновать, мы возьмем сами группы. То есть мы будем группу там умножать на группу или группу складывать с группой и так далее. Вот тут много очень таких красивых с точки зрения математических картинок. И все они являются по сути доказательствами каких-то утверждений, каких-то теорем. Вся эта теория очень красивая, встроенная и очень интересна с точки зрения именно того, что любое доказательство можно поместить вот в такую красивую симметричную картину. Дальше. Еще одной очень важной задачей была классификация всех конечных процентов групп. Это те группы, из которых, как кирпичики, можно складывать любые другие группы. Можно сказать, что доказательство этого утверждения растянулось на 15 тысяч журнальных страниц, потому что это результат труда очень многих математиков за полвека. Ну, самым известным из них является хорватский математик Янта и Американский Холл. И вот новым веянием времени стало то, что люди перестали справляться сами. Им ставили нужные компьютеры для того, чтобы строить какие-то примеры или контрпримеры. И сейчас компьютер это такой прикладной инструмент для работающего математика. Вот. Ну, в общем-то, мы пришли к 21 веку. Что сейчас? Ну, сейчас, конечно, работа в этой области идет. Очень много математиков занимается алгеброй или, как мы называем, алгебрической геометрией, где мы вот обратно пришли к геометрии и совместили алгебру и геометрию. Зачем это все нужно? Ну, я вот тут показал несколько примеров того, зачем это может быть нужно. Ну, во-первых, для того, чтобы мы умели писать программы и работать с компьютерами, если задуматься, в чем проблема вообще чисел вот этих, которые мы говорили в начале, где вот есть целая часть, там одна целая, потом точка, там, и бесконечные верницы от других чисел. В чем проблема этих чисел? Ну, в том, что они бесконечные. Мы не можем уместить их в какую-то конечную память компьютера. Алгебра предоставляет нам инструменты того, как мы можем считать необязательно вот такие бесконечные числа. Можем брать конечный набор каких-то чисел, образовывать так называемое поле. Это вот такая усовершенствованная группа, в которую мы можем умножать, складывать, делить и так далее. Эти чисел конечное количество. Мы можем их загнать в компьютер и на них что-то посчитать, какой-то произвести алгоритм и так далее. То, что ближе для меня, это вот связь и безопасность. Ну, действительно, вся вот теория связи, теория того, как нам исправлять ошибки. Например, мы, если посылаем какие-то данные по воздуху радиосигналами, и там на улице какая-то гроза, то радиосигнал может как-то измениться. Нам нужно эту ошибку исправить. Вот все это описано через алгебру, все эти методы чисто алгебраические. То же самое с компьютерной безопасностью, с такой наукой, как криптография. Это, по сути, такая прикладная абстрактная алгебра, в которую там вкрапилась теория вероятностей. И вот всегда, когда вы там снимаете деньги с карты, очень много всяких разных алгебраических алгоритмов работают для того, чтобы вы там смогли снять деньги и пойти покушать или там сходить в кино. Вот. На этом мой рассказ наверно закончен. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое организаторам, что пригласили.